Вот, сама по себе мозжечковая стимуляция, ну вот все вот это вот, качельки, да, батутики, вот эти вот доски балансировочные любого вида, это не специфическая вещь. То есть, что мы делаем, когда мы прибегаем ко всему этому? Мы увеличиваем поток информации проприоцепторной, рассчитывая, что значит у нас плохо проходит информация. Мозг это электрическая система. Если кто-то из вас живет в старом фонде, жилом, то вы знаете, провода старые, куча сращиваний на синей изоленте, поэтому лампочки часто горят в полнакала. И есть куча мест, где фактически, где вот это соединение греется, то есть там идет потеря тока на нагрев, короткое замыкание. Так вот, здесь ровно то же самое, только провода не из, как сказать, не из металла, а фактически в виде трубочек, наполненных раствором соли. И с ними точно так же, то, что мы в восьмом классе учили, про постоянный ток, могут быть проблемы с замыканиями и с плохим контактом, плохо обмотанным синей изолентой. Когда мы с вами увеличиваем сенсорный поток, мы фактически в этом электрическом контуре повышаем силу тока. Поэтому, конечно, потери будут, их будет много, но что-то таки дойдет и обработается. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим про так называемых, опять-таки, аутистов, которые хлебом не корми, дай попрыгать на батуте, покачаться на качелях и так далее. Это аутостимуляция, которая, опять-таки, компенсирует дефицит проприоцепторной чувствительности. Потому что, если мы не чувствуем вот эту вот базовую ось верх-низ своего тела, то дальнейшее психическое развитие у нас очень сильно затрудняется и искажается. И почему мы называем их так называемые аутисты? Да, вы помните, аутизм это в той или иной степени сохранные познавательные процессы и нарушенные личностные, ну, эмоциональные, личностные, мотивационные. Так вот, когда мы себя плохо чувствуем, ну, то есть, в том смысле, плохо ощущаем, да, свое тело, то это мешает и познавательным процессам, но в главный образ, образом, личностным процессам. Потому что для того, чтобы быть субъектом, мы должны сперва себя хорошо ощутить, как кусок единой мяса. Бестелесные субъекты, простите, они только вот в религиозных текстах, где чистое сознание. У нас, мы, ближе к земле, у нас так не получается.